Всем привет! Закончилась выставка CS 2021, где было представлено масса новых устройств. Это и бытовая техника, и, например, концепты умных помощников, и прочие раздвижные смартфоны, но о многих интересных вещах будет рассказано в следующем инфокассе через две недели. В этом же видео сосредоточимся только на компьютерных комплектующих. И, естественно, тематика выставки CS накладывает свой отпечаток на продуктах. Дело в том, что на этой выставке традиционно показывают новые ноутбуки. Соответственно, железо представляет в основном ноутбучное. Но, конечно, не обошлось и без десктопных анонсов. Но обо всём по порядку. Давайте начнём с Nvidia. Показали новый вариант настольной видеокарты, которая появится в конце февраля. Ну как появится? Скорее всего, появится она только у майнеров. Рекомендуемый ценник – 330 долларов. Рублёвый рекомендуемый ценник будет чуть меньше 32 тысяч рублей. Называться карта будет RTX 3060. Карта сильно слабее TI-версии, но и прилично дешевле. TI имеет рекомендуемый ценник – 400 долларов. У 3060 TI – 4864 кудоядра. У обычной 3060 будет 3584. Будет ли у карты один и тот же кристалл – неизвестно. Естественно, меньше будет ERT и тензорных ядер. А вот насчёт памяти – тут всё очень загадочно. Заявлено 12 гигабайт GTD-R6, шины 192 бита. У TI-версии 8 гигабайт памяти, но шины 256 бит. Логично предположить, что появится и 6 гигабайт на версии 3060, хотя официально или неофициально таких сведений нет. Но было бы странно, если бы младшая карта была бы строго с большим объёмом, чем старшая. Одновременно с этим кажется логичным, что рефреш текущих 3060 TI через полгодика может получить памяти больше, чем 8 гигабайт. Для обычной RTX 3060 не было указано TDP, но на сайте Nvidia в спецификациях это значение указано в виде 170 ватт. Но на картинках есть видеокарты с 8-пиновым разъёмом, что намекает на то, что часть карт могут быть ограничены до 150 ватт. В общем, много памяти, сниженная цена, оптимизация питания. Идеальное решение для майнинга. Я бы на вашем месте не рассчитывал на возможность купить эту карту в ближайшие месяцы после начала продаж. А вот где встретить мощные карты будет больше возможности, так это в ноутбуках. Nvidia открыли мобильную линейку видеокарт Ampere. На старте будет 3 решения. При этом, в отличие от прошлого поколения, мобильные чипы не будут по конфигурациям соответствовать настольным. Мобильная 3060 получит 3840 CUDA ядер против 3584 у настольной 3060. Но мобильные версии будут ниже частоты при диапазоне TDP от 60 до 115 ватт и памяти будет доступна только до 6 гигабайт. В общем, меньшие частоты компенсируются количеством ядер. Настольная 3070 имеет 5888 ядер, а мобильная версия 5120. Да и при этом на более низких частотах. И та и другая версия получат 8 гигабайт памяти. Ещё больший разброс у RTX 3080. Настольная 8704 ядра, мобильная 6144 ядра. При этом отличия будут и по памяти. Настольная карта работает с GDDR6X и вдобавок на шине 320 бит. А мобильная получила обычную GDDR6 и 256 бит шину данных памяти. Но зато будет вариант и на 8 и на 16 гигабайт против 10 у настольной карты. Старший мобильный чип при этом будет иметь TDP свыше 150 ватт, что для ноутбуков довольно приличное тепловыделение. Стоимость ноутбуков NVIDIA на рубли пересчитали на манер Apple, умножив доллары на 100. Модели с RTX 3060 будут от 100 тысяч рублей, с RTX 3070 от 140 тысяч рублей и с RTX 3080 от 200 тысяч рублей. Кроме того, для своих карт NVIDIA официально заявили о поддержке аналога AMD Smart Access Memory. RTX 3060 и мобильные карты будут иметь эту поддержку уже из коробки. Уже вышедшие карты 3000 серии владельцам придется перепрошить уже самостоятельно. Ориентировочно новые версии графических биосов выйдут в ближайшие месяцы. Для Intel платформ потребуется и обновление биосов для материнских плат, которые уже потихоньку появляются. Естественно, на CES сразу были показаны и десятки моделей ноутбуков, в которых появятся новые видеочипы от NVIDIA. И следить за началом продаж этих ноутбуков и видеокарт можно на Е-каталоге. Тут очень быстро появляются только лишь анонсированные, но даже еще не вышедшие продукты. Есть уже страницы для RTX 3060 от Inno 3D, Asus, Gigabyte и MSI. И когда эти карты будут периодически появляться в продаже, выцеплять их в магазинах, обгоняя майнеров, будет проще, если отслеживать сразу много магазинов. Что и позволяет сделать Е-каталог, так как он собирает ценники на товары с разных магазинов и позволяет быстро определиться с тем, где и почем можно купить нужную для вас вещь. И сразу перейти в тот магазин, где покупка для вас будет более удобнее или дешевле. Что касается более дешевых линеек настольных видеокарт, пока сведений нет. Далее разберемся с новинками от AMD. От компании ожидали, что будут показаны более дешевые версии настольных процессоров без индексов X, а также показаны ноутбучные процессоры на ядрах с микроархитектуры Zen 3. В общем-то и то и другое свершилось. Но что касается настольных процессоров, не в той степени, в которой хотелось бы. Были анонсированы два процессора, Ryzen 7 5800 и Ryzen 9 5900. Это процессоры с 8 и 12 ядрами соответственно. У них будет ниже TDP, ниже частоты, что в общем-то не так страшно, учитывая, что разгон никак не ограничен. Но для процессоров не указаны четкие сроки появления и, что самое главное, не указаны цены. В общем, народ очень хотел эти процессоры и их народу показали. Продавать их, судя по всему, в ближайшее время не планируют. Но хотя бы на обычной X-версии процессоров за последние недели цены спустились ближе к рекомендуемым, и это уже неплохо. Но, к сожалению, лучших новостей в этой части нет. Что касается настольных видеокарт от AMD, то никаких четких планов тоже не было предъявлено. Лишь в уголке одного из слайдов красуются некие непредставленные видеокарты. Вероятно, в текущий момент производственных мощностей на эти решения нет. А вот в части ноутбука все было так, как и предполагалось. Была анонсирована новая линейка мобильных процессоров 5000 серии на базе ядер Zen 3. Представлено 8 моделей теплых вариантов процессоров с 6 и 8 ядрами, а также 5 холодных моделей с числом ядер от 4 до 8. Но, понятное дело, с 6 и 8 ядрами с более низкими частотами, чем у теплых вариантов. И так же, как и в настольных процессорах, при переходе с Zen 2 на Zen 3 новые решения получили приличный прирост производительности на такт. Еще для будущих покупателей надо соблюдать осторожность, поскольку AMD в 5000 серию впихнули зачем-то процессоры на ядрах Zen 2. Это три модели с буквенными индексами U и нечетными вторыми цифрами. Почему и зачем AMD так сделали, не спрашивайте, понятия не имею. И, еще в прямом смысле, не было сказано ничего про встроенную графику в эти процессоры. Сколько модулей активно в каком из решений не заявлено до сих пор. Ну и сами модули встроенной графики по всей видимости старые, поколение Vega. Кроме того, нет сведений и о том, когда эти процессоры выйдут в виде настольных АПУ. А вот ноутбуки с новыми процессорами уже начинают анонсироваться и должны поступить в продажу в ближайшие месяцы. Что касается появления видеокарт с RDNA 2 в ноутбуках, опять же кроме уголка одного слайда сведений нет. В общем, когда-то появится, но точных сведений, сроков и цен нет. Но и остается еще Intel. В первую очередь лично я ждал, что скажут что-то про дискретные видеокарты, но не сказали ни слова. Также ни слова не было сказано про устройство на базе гибридных процессоров Lakefield. А между прочим, CS самая профильная выставка в этом году, когда можно было бы показать новые гаджеты на базе этих процессоров. Более того, даже в прошлом году на CS 2020 уже показали тестовые сэмплы устройств на Lakefield и поступить в продажу они должны были под конец 2020 года. В этот раз ничего. Тишина, как будто этих процессоров и не существовало. При этом рассказано было сразу про много разных продуктов, как уже вышедших, так и будущих. Но Lakefield не был в числе этих продуктов. Наиболее интересен был анонс будущих предположительно 12-го поколения процессоров с кодовым обозначением Alder Lake. Была и живая демонстрация существования тестовых образцов будущих гибридных процессоров, в которых будет до 8 плюс 8 быстрых и медленных ядер соответственно. И это будет первый настольный процессор Intel на 10 нанометрах с технологией SuperFin. Появятся они ориентировочно уже во второй половине года. При этом они получат новый сокет, предположительно LGA1700, который заменит текущий сокет LGA1200. Но и LGA1200 обзаведётся новыми процессорами. То есть в течение примерно полугода должен пройти жизненный цикл настольных процессоров 11-го поколения. Появиться они в продаже должны где-то в районе марта. Было рассказано только про старшее решение, это 8-ми ядерный процессор. Важно тут отметить, что это первый процессор с новой микроархитектурой ядер для настольных систем со времён Skylake. Прирост производительности на такт заявлен на 19%, а частоты старших решений примерно равны частотам процессоров 10-го поколения. При этом Intel заявляет о том, что компанию удалось этим решением вернуть себе лидерство среди игровых процессоров. Реальность конечно же покажет, насколько это хорошо будет работать. Не было сказано подробнее о самой микроархитектуре. Предполагается, что за основу взяты ядра микроархитектуры Ice Lake, то есть 10-го поколения мобильных решений, но на 14 нанометрах, а не на 10, как у мобильных Ice Lake. Но в целом список улучшений микроархитектуры там приличный. Что касается поддержки со стороны материнских плат из текущих решений на своих TLG 1200, будущие процессоры поддерживать будут только старшие Z-чипсеты. Естественно, после обновления биоса плат. Выйдут естественные новые чипсеты, как старшие, так и средние. Будет ли поддержка платами для 11-го поколения процессоров 10-го поколения, неизвестно, но скорее всего поддержка будет. Ну и естественно без тех новых возможностей новых процессоров, типа новых инструкций PCI-Express 4-й версии. Но когда конкретно выйдут новые процессоры, сказано не было, а также неизвестно и то, сколько они будут стоить. Из того, что появиться должно в ближайшее время, так и от новой версии мобильных процессоров Tiger Lake. В конце января появятся ноутбуки на 4-х ядерных решениях с увеличенными частотами и TDP в сравнении с уже имеющимися процессорами Tiger Lake. Выйдет три модели процессоров, от старых их можно будет отличить индексами. В конце названия имеется буква H, обозначающая принадлежность к быстрой линейке, а также почему-то у новинок в индексе 5 цифр вместо 4 у прошлых Tiger Lake'ов. А все прочие особенности аналогичны прошлым Tiger Lake'ам. Но выходит так, что у Intel есть восьмиядерные мобильные процессоры, но на старой микроархитектуре Comet Lake. А новые процессоры с числом ядер, большим чем 4, пока нет. Но также в рамках CS было обещано, что выйдут и восьмиядерные мобильные процессоры Tiger Lake, и это будут первые крупные кристаллы на 10 нанометрах у Intel. Ну и кроме того, с выходом мобильных Zen 3, вероятно, первенство по самым быстрым игровым мобильным процессорам перейдет к AMD. Так что пока Intel не выпустит новые восьмиядерники, лидером станет именно AMD. А как Intel выпустит процессоры, там уже будет видно. Ну и в общем-то этим я и собрал все важные новости железячные CS в одном видео. Надеюсь, оно было полезно или интересно. Если так, то подписывайтесь на канал, если ранее этого не сделали. Ну а пока, всем пока и до новых видео.